Всем привет! Компания Fusion Technologies. В этом видео расскажем вам об особенностях работы с текстурой LZW-004B. Текстура дерева, орех коричневого оттенка. По самой пленке, то есть она имеет ширину полметра, по толщине тут все стандартно, то есть она по сути не плотная, поэтому выдержка на воде она стандартная полторы, максимум две минуты больше не надо. Температура также воды стандартная 27-28 градусов. По базам под эту текстуру можно печататься абсолютно на любой базе, кроме черной, потому что на черной ничего видно не будет. Самая оптимальная база под нее бежевая, какого-нибудь шоколадного оттенка тоже интересный получает эффект. А так вообще в принципе любую базу можно использовать. Сейчас отпечатаем образец, покажем особенности ее работы на образце. Скотчем эту текстуру проклеивать нельзя, потому что могут оставаться морщины, складки, затяжки. Так что она сморщивается, это нормальная ее реакция на воду, она так начинает растворяться. Выдержку делать будем полторы минуты, вода 27. Пленка не плотная, соответственно активатую на нее много лить не надо. Тут даже можно налить чуть меньше стандарта количества. У меня, допустим, стандарт 3 оборотов, на это можно сделать 2,45 примерно, 2,5. После нанесения также выдержка у нее небольшая, примерно секунд 5-10 достаточно будет, она очень быстро растворяется. По краскопульту, уже говорил, подача чуть меньше стандартного, на четверть оборотов меньше давления. В принципе, как обычно, единицы 1,2 максимума. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эластичность у пленки хорошая, то есть выдержку большую делать незачем. Полутора минут достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если слишком большую выдержку делать, более 2,5-3 минут, то контрастность цвета теряется, более бледный становится рисунок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отпечатали образец, такой вот оттенок получается на белой базе, тоже достаточно интересный. Все, в принципе, легло нормально, пленка хорошо растворилась. Единственный момент, пару точек мелких появилось. Видимо, соринки были, какие-то мелкие пузыри воздушные. Но вот такие вот пары мелких точек, это не повод деталь переделать. Это все можно без проблем подкорректировать. Очень просто. Покажу, как это делать. Берете кисть тонкой художественной, в данном случае колонковая, тройка. Накаете ее в активатор и потом с пленки собираете краску. Соответственно, с той стороны, на которую вы носите активатор. Краска на пленке растворяется и получается, что оттенок именно тот, который нам нужен. И аккуратно в тех местах, где точки появились, подкрашиваем. Только не мажем, там не надо тыкать пятнами, а такими штрихами легкими закрашиваем. Все, никаких белых точек нет уже. В принципе, никто их глядываться не будет. Да и самому потом, по словаку, уже тяжело будет найти, где они были. Такой момент. Текстура такого светло-коричневого оттенка получилась на белой базе. На любой другой, соответственно, оттенок также будет меняться. Плюс еще можно данную текстуру тонировать кэнди-краской после печати. Допустим, отпечатать на белой базе, взять коричневый кэнди, к примеру, и нанести несколько слоев до нужного оттенка. То есть эта текстура хорошо тонируется. Вот. Если возникли вопросы по работе с данной текстурой, либо с какой-либо другой пленкой, можете обращаться на техподдержке. Объясним, подскажем правильный совет. Если у вас есть вопросы по обучению данной технологии, приобретению оборудования, либо вы хотите заказать пленку, пробный набор, можете обращаться на номера, которые указаны будут в описании к видео. Всем спасибо за внимание. Пока.